Миллионы лет Гепарды – самые быстрые животные на планете Охотятся на антилоп Но эволюция наградила антилопу возможностью противодействия Чтобы у неё был шанс спастись Чтобы выжить, гепарду понадобится развивать Не только скорость, но и другие способности Это финальный поединок биомеханики Кто выйдет победителем в этой смертельной схватке? Смотрите в передаче «Суперхищники» Суперхищники Гепард Гепарды и антилопы – примерно равные соперники в борьбе за выживание Гепард может развивать умопомрачительную скорость – 120 км в час Но некоторые представители семейства антилоп почти такие же быстрые Например, импалы и газели Они достигают скорости в 95 км в час Однако не только скорость позволяет этой самке настигнуть свою добычу Но также способность к стремительному ускорению Которая делает гепарда одним из самых успешных африканских хищников Они настигают каждую вторую потенциальную жертву Она реагирует молниеносно Разгоняясь до 95 км в час менее чем за 3 секунды Быстрее реактивного самолета Все дело в идеальном строении ее позвоночника Примерно 60% ее мышечной массы Сосредоточена возле позвоночника Он с силой растягивается и сжимается Увеличивая расстояние Преодолеваемое за один шаг Примерно на метр И позволяя ей преодолевать 8 метров за один прыжок Земля проносится мимо со скоростью 31 метр в секунду Но она не теряет цель Как только она совершает свой непревзойденный рывок Антилопа теряет преимущество Но работа этого гепарда еще не окончена Он создан для скорости И не может прокусить позвоночник подобно льву В его аэродинамическом черепе Не остается места для сильных челюстных мышц И мощных зубов Гепард может умертвить добычу только одним способом Добраться до горла И провести удушающий захват Он сдавливает горло антилопы И удерживает его примерно 10 минут В то время как он перекрывает антилопе доступ кислорода Он увеличивает его для себя Делая глубокий вдох через свою расширенную носовую полость Пытаясь восстановиться после гонки Со скоростью 120 км в час Но он не может отдыхать больше Животное весит, как он сам Но ему нужно оттащить его оттуда Он не может есть на равнине И должен спрятать еду в безопасное место И съесть ее как можно скорее Не привлекая внимания других хищников Одними только зубами Он тащит 30-килограммовую тушу под дерево Ему нужно ненадолго остановиться Чтобы перевести дыхание Чтобы полностью восстановить Правильное сердцебиение Гепарду требуется отдых От 15 минут до получаса Он может бежать быстрее Любого другого наземного животного Но это отнимает много сил За одну погоню он сжигает Более 300 калорий Для этого человек должен пробежать Без остановки 30 минут Ему же потребовалось 30 секунд Большинство гепардов Проводят следующие полчаса за отдыхом А потом едят Но эта самка не может позволить себе Такой роскоши Она должна принести еду Своим четырем детенышам Но в африканской саванне Полно других голодных хищников Как только она добралась до своих детенышей К ней приближается лев И если она не сможет его прогнать То останется без еды Любая травма И ее детеныши умрут с голода Поэтому ей приходится Оставить добычу Результат всех ее усилий И трата драгоценной энергии Исчез в мгновение ока Половину добычи у гепардов Отбирают более крупные хищники Гепарды не созданы для драки У него просто нет шансов Потеря антилопы Настоящий удар для гепарда Эта самка сжигает 2500 калорий в день А эта питательная еда Почти 5000 калорий Зарядила бы ее энергией Еще на два дня А теперь Ее сила на исходе Она выживет Если будет потреблять Больше калорий Чем станет тратить Как только уровень Оказывается на нуле Это опасно Начинают истощаться Ее собственные мышечные запасы Она вернулась к своим детенышам Но поскольку самки гепарды Это всегда матери-одиночки Ей придется снова оставить их Чтобы отправиться на охоту Вдалеке она замечает то Что человеку не под силу Увидеть невооруженным глазом То же самое, как если вы возьмете Мощный бинокль Посмотрите вдаль И что-то зацепит ваш взгляд И точно так же Что-то цепляет ее взгляд Это движение Она приближается К потенциальной жертве Но она не может двигаться Слишком быстро Потому что когда два самых быстрых животных В Африке встречаются в битве Ее исход зависит не только от скорости Но и от зрения У гепарда, как и у большинства хищников Глаза расположены на передней части черепа Гепард владеет бинокулярным и пространственным зрением Чтобы точно рассчитывать расстояние до жертвы Зрение очень важно для гепарда Но для антилопы оно еще важнее Глаза антилопы расположены по бокам черепа Как у большинства травоедных Если поле зрения гепарда составляет 200 градусов То глаза антилопы дают ей обзор в 270 градусов С помощью незначительного поворота головы Она может контролировать всю окружающую обстановку Ее глаза настолько чувствительны к движению Что она способна заметить Мельчайшее перемещение хищника Попав в поле зрения антилопы Гепард замирает Он знает, что без движения он практически невидим Темно-желтая краска гепарда Помогает ему сливаться с окружающей средой Пятна на его спине выглядят очень похожими на тени И скрывают окраску так, что некоторым животным Его очень трудно заметить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он слегка вдавливает лапы в землю и готовится совершить рывок Подобно бегуну, который готов стартовать по сигналу Субтитры создавал DimaTorzok В этой древней как мир смертельной битве У гепарда всегда было преимущество в скорости Но ведь нужно еще догнать А у гепарда совсем нет выносливости И на этой охоте, если не будет хорошего рывка Этой самке предстоит долгая гонка Доводящий ее мощный организм до предела Она делает 150 вдохов в минуту В три раза больше, чем самый быстрый спринтер Ее массивное сердце перекачивает 16 литров крови в минуту Проводя полное кровоснабжение организма Менее чем за 20 секунд С такими темпами у нее есть всего 30 секунд до перегрузки Ее сердце гонит кровь температурой 39 градусов Прямо в мозг Еще градус другой, и он перегреется У нее всего несколько секунд, чтобы убить жертву Или погоня убьет ее Как только организм начинает перегружаться и перегреваться Мозг оказывается наиболее уязвимой частью Если он перегреется, это нанесет непоправимый ущерб Но для антилопы перегрев не столь опасен благодаря Встроенной системе охлаждения Перед попаданием в мозг Кровь проходит через пучок сосудов Которые охлаждаются с помощью воздушной струи Поступающей через расширенную носовую полость Подобно радиаторной решетке в автомобиле Это предотвращает перегрев жизненно важных органов И даже если тело достигает температуры в 42 градуса Мозг защищен И антилопа продолжает гонку Когда организм гепарда достигает 40 градусов У него всего пара секунд на принятие решения Отпустить антилопу Или погибнуть в попытке ее догнать Гепарда, которые начинают охоту преждевременно Могут очень быстро истощить себя и остаться без добычи Она потратила на охоту все силы Но безуспешно Антилопа может бежать со скоростью 80 км в час Что ж, гепард способен бежать еще быстрее Но антилопа может поддерживать эту скорость очень долгое время Они выносливые бегуны, которые умеют быстро бегать А гепарды просто спринтеры Ей не только не удалось раздобыть пищу Она потратила много энергии И две следующие попытки только ухудшают дело Сначала она нацеливается на одинокого самца И быстро приближается Но он оказывается отнюдь нелегкой добычей Вместо того, чтобы убегать Он начинает скакать вверх и вниз У копытных это называется смотровой прыжок Последняя отчаянная попытка запугать гепарда Демонстрируя силу и выносливость И это срабатывает Ей понадобилось много сил на начальный прыжок И она больше не может тратить энергию Потому что не уверена, что сможет победить Ее следующая охота потребует еще больше сил Она подкрадывается к стаду антилоп на 45 метров Но они срываются с места и бегут в разные стороны Подпрыгивая на 3 метра в воздух Тем самым сбивая гепарда с толку И хищник оставляет погоню Снова растратив часть собственных сил Последние два дня были очень тяжелыми для этой самки Она и детеныши совсем ничего не ели И дела принимают крутой оборот Физически гепарды могут прожить без еды, как мы с вами То есть 5 или 6 дней Потом они просто свалятся от голода Она постоянно высматривает хищников, которые могут подобраться к ее детенышам И ищут добычу, на которую можно поохотиться Так что у нее не так много времени Она всегда на чеку Адреналин всегда поддерживает гепардов в таком состоянии Они как будто на войне, где ни на миг нельзя расслабиться Ей нужно найти пищу и как можно быстрее Ее следующая охота – это настоящая тайная операция Она нацелилась на стадо с молодняком Они медленные и не такие бдительные Чем ближе она сможет подобраться Перед тем, как побежать, тем больше шансов на успех Вдобавок, если незаметно подкрасться к животному Вместо того, чтобы бежать изо всех сил Можно сэкономить много энергии Когда самка приближается на несколько сотен метров Она переходит в режим скрытности Внезапно самые быстрые лапы на Земле Начинают двигаться очень медленно Она выслеживает свою жертву примерно час Наконец, детеныш отстает от группы Он очень уязвим Но все еще находится на 90 метров дальше зоны атаки Если она нападет сейчас, то рискует потерять добычу в длинной гонке Но если не сделать шаг сейчас Этот детеныш снова прибьется к стаду И она упустит свой шанс Ей придется рискнуть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на трудности, гепард догоняет свою добычу И делает это взрывным рывком Разгоняясь до 95 километров в час за 3 секунды На такой скорости изображение искажается и размывается И почти невозможно точно сфокусироваться на цели Но благодаря чудесам биомеханики У нее есть эластичная связка, соединяющая шею с позвоночником Это дает ей оптическую стабилизацию изображения И даже на головокружительной скорости Ее шея и голова отлично зафиксированы и нацелены идеально вперед Обеспечивая особую точность, чтобы она могла выследить жертву и убить ее После этого она прокусывает заднюю часть туши, где больше всего мяса Зубы детенышей недостаточно крепкие для этого Потом они подходят и первыми начинают трапезу После того, как они поедят, для нее остается мясо лишь на пару укусов Она немного восполняет уровень энергии Но этого все еще недостаточно Она истощена, но должна снова идти на охоту Если она не будет охотиться, то будет голодать А значит, станут голодать и детеныши Жизнь самки-гепарда очень трудна Малыши полностью зависят от нее И она понимает, что охотясь на детенышей-антилопы Можно прокормить их Но сложно прокормиться самой Она выслеживает одинокую крупную антилопу Незамечающее происходящее вокруг Более часа она подкрадывается к ней на расстояние 45 метров Достаточно близко для атаки Но это крупная особь весом в 60 килограммов Этой пищи хватило бы для всей ее семьи Но сможет ли она одолеть антилопу? Она способна свалить своего гигантского противника с ног Потому что когда нога антилопа движется назад Она втягивает лапу И атакует важнейшим для скоростной погони оружием Своим рудиментарным когтем Этот коготь Никогда не касается земли во время бега И поэтому остается острым, как бритва Она вцепляется им в бедро антилопы Животное бежит со скоростью 80 километров в час Стараясь освободиться от хватки гепарда Но коготь вошел в толстую шкуру антилопы очень глубоко Избавиться от него непросто Используя один лишь коготь Всего 2,5 сантиметра длиной Она единственным смертоносным ударом Сумела повалить 60-килограммовую антилопу на землю Она может свалить антилопу Но учитывая крупные размеры последней Не сможет ее удержать Самка думала, что убила жертву Но рискует погибнуть сама Рудиментарный коготь гепарда Помог сбить крупный антилопу с ног Но остальные когти помешали ему удержать ее Они слишком тупые, чтобы проткнуть кожу антилопы А челюсти слишком слабые И не могут выполнить хороший захват Нехватка оружия в этой гонке биомеханики Вынуждает эту самку на отчаянный шаг Попытку провести смертельный укус Рога этой антилопы направлены прямо вперед Поэтому в процессе схватки гепард должен определить Как лучше подобраться к шее и сделать захват Если он ошибется, значит он в плохой форме Этой самке повезло Что она выбралась целой и невредимой Но она сожгла гораздо больше калорий, чем получила Рискуя своей жизнью и жизнью собственной семьи Немного отдохнув, она возвращается к дереву Под которым оставила своих детенышей Но их там нет Она не чует их запаха Единственная надежда позвать их Но если она привлечет внимание других хищников То подвергнет детенышей серьезной опасности С самого раннего возраста детеныши гепарда понимают Что следует остерегаться львов и гиен Эти хищники убьют их, но не потому, что им нравится их вкус Когда они убивают детеныша гепарда, они даже не едят их Они делают это, чтобы избавиться от конкурентов На своей территории Когда вокруг полно безжалостных соперников Ей приходится выслеживать детенышей, не выдавая их присутствие Когда она теряет своих детенышей, она начинает щебетать, подобно птице Большие хищники привыкли к рычащим звукам Типичным для больших кошек Самка гепарда издает звук, похожий на щебет И гиена перестает обращать внимание, ведь это просто птичка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она сделала то, что должна была сделать Но как ей удалось прогнать гиену, которая больше, сильнее и просто лучше дерется Ей помогли эти длинные черные линии под глазами Гепарды — единственные представители семейства кошачьих, у которых есть такие линии, тянущиеся от глаз до уголков пасти Эти линии усиливают их мимику Так индейцы наносили боевую раскраску, чтобы казаться более опасными Поэтому если она рычит и шипит, а линии заставляют ее выглядеть более агрессивно Иногда получается прогнать гиену Теперь ее детеныши в безопасности, нольвы, гиены и леопарды представляют серьезную угрозу каждый раз, когда она оставляет малышей одних Лишь 10% детенышей доживут до годовалого возраста Первый год жизни — самый трудный За ними наблюдают буквально отовсюду, поджидая, когда мама оставит их без присмотра Этой самке предстоит сделать нелегкий выбор Уйти на охоту, чтобы прокормить детенышей Или остаться рядом с ними и защищать от постоянной угрозы Сегодня она решила, что еда важнее защиты За последнюю неделю этой самке приходилось много охотиться, чтобы прокормить четырех подрастающих детенышей Она потратила очень много энергии Теперь ее запас калорий на исходе Чтобы держаться на ногах, она сжигает собственный жир и задействует даже мышцы Если она не преуспеет, эта охота станет для нее последней Она меняет тактику Вместо того, чтобы охотиться на закате или на рассвете, когда вокруг много конкурентов Она начинает поиски в полдень, когда активность хищников уменьшается Солнце в это время самое яркое Это является проблемой для большинства африканских хищников Но гепард умеет справляться со слепящим светом Черные линии, которые уберегли ее детеныши от гиены, способны улучшить ее зрение В условиях ослепительного африканского солнца Когда спортсменам приходится играть в футбол или в бейсбол в полдень Они рисуют возле глаз черные полоски, чтобы ослабить действие солнечного света То же самое у гепардов Свет не сильно мешает им, когда они охотятся Экипированная, чтобы справляться с ярким солнцем Она подкрадывается к стае антилоп Но не нападает сзади Она ползет дальше и занимает позицию сбоку Зачем ей рисковать, передвигаясь в поле зрения антилоп? Чтобы избежать ветра Обоняние у антилопы просто изумительное Со временем самка гепарда поняла, что может выдать свое присутствие одним лишь запахом Теперь она старается приближаться к добыче по ветру Она фокусируется на двух антилопах в стороне от стаи И подползает максимально близко к ним, стараясь не растрачивать энергию Которая осталась у нее после гонок на длинные дистанции Антилопы меняют направление Ей немедленно надо сделать выбор До этой примерно 35 метров Другая намного ближе Но мозг гепарда сразу отмечает 4 препятствия на пути Каждая уменьшает шансы на успех Гепарду требуется всего 4 прыжка, чтобы развить максимальную скорость Каждая помеха будет стоить ей 2 или 3 прыжка А без высокой скорости она потеряет все преимущество Может эта антилопа дальше и крупнее Зато дорога без препятствий — прямая траектория для атаки Проанализировав десяток вариантов, она делает выбор Она знает, что энергия осталась как раз для финального рывка Эта гонка на 30 секунд, не больше Если она выбрала не ту антилопу Она может истратить все силы И тогда ее семья будет голодать Всего за 10 секунд Гепард сокращает разрыв до 15 метров С такой скоростью ей понадобится примерно 2 секунды Чтобы вцепиться антилопе в спину Но внезапно антилопа начинает бросаться из стороны в сторону Каждый резкий поворот антилопы Вынуждает гепарда следовать за ней, проигрывая 2 секунды Если антилопа сделает 10 таких поворотов Гепард истратит все свои силы и остановится Может антилопа и медленнее, но эволюция наградила ее важной способностью Проворство Рискуя погибнуть от голода, эта самка наконец-то ловит необходимую для своего выживания добычу Здесь более чем достаточно еды, чтобы восстановить собственные силы И накормить детенышей Но как же ей удалось справиться с проворной антилопой? Чтобы максимально точно контролировать свои движения на огромной скорости Она использовала две части тела Во-первых, когти В отличие от когтей других кошек, они не втягиваются до конца И действуют как шипованная обувь Улучшая сцепление и позволяя делать самые крутые повороты Среди всех африканских кошачьих Поэтому даже на этой головокружительной скорости она с легкостью совершает поворот Ее проворство способствует также 76-сантиметровый хвост Хвост гепарда очень длинный и состоит из сплошных мышц На больших скоростях он действует как штурвал на корабле Когда гепард поворачивает, он выбрасывает хвост В противоположную сторону, чтобы повернуть Ее когти и хвост обеспечивают необходимую ловкость и баланс Чтобы не отставать от антилопы ни на шаг Гепард преодолевает большее расстояние за один прыжок И вскоре догоняет добычу Идеальная охота Превосходно скомбинированные навыки хищника Незаметно подкрадывается к жертве Делает стремительный рывок Мгновенно принимает решение Набирает скорость Точно рассчитывает время удара рудиментарным когтем И получает важнейшую добычу в своей жизни Обессилевшая, она старается оправиться от погони Но здесь, на равнине Она может подвергнуться нападению Продолжит ли она отдыхать, рискуя уступить свою добычу голодному сопернику Или сможет собраться с силами И протащить 45-килограммовую тушу к детенышам Избежав атаки Ей необходимо успокоить частоту дыхания и сердцебиения И подумать, как вернуться к детенышам с добычей Несмотря на то, что добыча у нее в зубах Это только половина битвы Ей предстоит дотащить тяжелую тушу к детенышам И сделать это, не привлекая внимания Она возвращается к детенышам незамеченной Все еще уставшая после охоты Она еле находит силы, чтобы получить столь необходимые ей калории Но она по-прежнему должна быть настороже Сюда слетаются другие нахлебники Примерно 40 стервятников атакуют гепарда И дают понять, что будут сражаться до смерти Если гепард станет сражаться с крупной птицей Такой, как стервятник И повредит, скажем, переднюю лапу Такой гепард окажется Больше ни на что не годен Потому что не сможет бежать с такой скоростью Она пытается запугивать Но устав после погони Она только это и может И стервятники это чувствуют Так природа устанавливает правила игры для хищников Гепард – самое быстрое четвероногое животное Один из лучших африканских хищников Но генетически ему пришлось многим пожертвовать Гепарды приспособлены к конкретным условиям Потому что за каждую адаптацию И возможность развивать большую скорость Им приходится платить И никаких компромиссов Ее небольшая голова Повышает аэродинамику И позволяет развивать максимальную скорость Но это означает слабые челюсти И маленькие зубы Ее наполовину втягиваемые когти Дают ей отличное сцепление и проворство Но их никак нельзя назвать смертоносным оружием Легкий скелет делает ее стремительно быстрой и ловкой Но тонкие кости означают маленькую массу В весе ее часто превосходят другие хищники И даже травоядные Этой самке и ее детенышам не удалось завершить трапезу Но они съели достаточно, чтобы прожить еще один день Это просто часть постоянной битвы за выживание Популяция крупных хищников, львов и гиен повысилась Но это негативно сказалось на популяции гепардов И за последние сто лет мы потеряли 90% всех особей Теперь этой самке гепарда остается кормить своих детенышей Защищать их от опасности И учить их стратегиям хищников в надежде Что когда-нибудь они смогут выживать сами по себе К счастью для нее У них уже есть самое смертоносное оружие для охоты Генетический дар Данные им при рождении Чистая, дарованная природой Скорость Программа озвучена студией Арк-ТВ Текст читал Александр Гаврилин Текст читал Александр Гаврилин